Ад и мультиплеер, не случайно вместе. Лучше и лучше качество, потому что она до сих пор выходит. Давайте смотреть. Добрый вечер всем, и тебе привидение на новом доме. Моя кровь для любовь. Сандартная текстура, и ты шняк. Так что, покажешь его изнутри? Это место я назвал жратворение. Здесь я говорю жратво. Черт, вот жизнь без этого не можете, да? Это станок. Кстати, он вроде бы персонаж заговорил впервые. Он же раньше не говорил вроде вообще, да? Время ломать. Хорошие девушки. Ты лично его сможешь спросить, так как тема эпизода Ад и мультиплеер, не случайно вместе. А, сейчас появится новый персонаж, который кролик утаёт. Во, точняк. Теперь, когда вы вместе, прогресс должен идти в гору. Ура, наконец-то и я попал в этот мультик. И где же ты потерял свои пасхальные яйца, а, Питер? Может, выкопаешь себе нору, Питер? Как поменялся этот звук сразу. Конечно. Можно совсем немножко стройматериалов, Бас? Своровал все вещи. Питер в Майнкрафте новенький, так что прояви к нему терпимость. Минус всё. Ничего себе. О, неплохо он замахнулся. Дворец себе строит. В Майнкрафте новенький. Пацан себе тупо замок строит. А вот и время кормить сценаристов. Что, реклама будет? Сценаристов? Они хотят рекламу. Провести бы их к человеческому виду, что ли? Смена текстурпака. Совсем как люди. Мне нравится классический текстурпак. Классический, прям моё почтение. Классический или фейсфул. Фейсфул, вроде бы, это как под классику сделано, просто в более высоком разрешении. Обожать классические текстурпаки. Ё-моё! Разживав всю основную тупь, ты можешь готовиться к приключениям. В таинственном адском мире, куда не ступала нога человека, если не считать Питера. Говорят, до него там росла Сакура. Чтобы попасть туда, необходимо для начала отыскать 14 блоков обсидиана для постройки портала. Приятного аппетита, кстати. Впрочем, обсидиан нужно скорее получить, нежели найти. С одной стороны, заев ментосом соус табаско, можно получить обсидиан через время и бори. А с другой проще просто затушить лаву. Так что отправляйся давай в баню. В смысле, в ту, где скелет отдыхали, приходите с собой алмазную кирку. Время добывать обсидиан. Алина, кажется, сейчас отпустя. А он алмазной киркой или не алмазной? Он же не алмазной. А зачем тебе алмазная кирка? Да, Питер, чем ты тут вообще занимаешься? Разве ты не должен был построить портал? Ладно, все, я уже знаю, куда мне идти. Хорошо. Вернусь в басе в голову. Иди за новыми алмазами. Боль. Когда-то он сможет построить. А шо, так можно было? Я думаю, так нельзя. Как он после нашел? Воровствовало. Да, вот что значит тереть до дыр. Общественно полезный труд. Это набросок портала. Как видишь, хватит. Это еще старые мемы. Фу, вот эти. Трольфейс. Ох, ты шо. Вот это время было золотое вообще. Поджигать обсидиан все равно, что рыбу топить. Но в Майнкрафте свои правила. Вот он и в аду. Добро пожаловать в ад, друг мой. Это бесконечный лабовый южный. Вы видите, он в золотом шлеме. Он что-то знает. Он знает, что в будущих обновлениях, если ты без золотой вещи заходишь, то тебе будут эти свинюшки бить. Шарит. И местные зенианские кристаллы, что вечно светятся, прям как пакела. Кстати, ты узнаешь его? Ты грохнул его с базуки в первой серии, так что будь осторожен. Трольфейс. У-у-у-у. За шо? Он сейчас брату созовет. О, созвал. Брату, а в атаку. О. Вот вам и великолепные ребятки. Он хороший, профессионал, блин. Ничего себе, он крутой. Опа, она такой нашел. Я вижу, ты нашел крепость. Крепость? Удачи выбраться. По идее, если есть крепость, то есть уже дракон. Ну, вроде как, они появились примерно в одно и то же время. Если не в одно и то же. А, уже есть алхимия, значит, по-любому есть драконы. Блин, что? Он уничтожает просто их взглядом. Этот кролик какой-то цирка опасный. Ну, ладно. По ожогам на твоей зайнице теперь можно прочесть биографию. Но куда важнее, мы сегодня унесем с собой эти сувениры. Прямо из зада. Из задского зада. Мы рассмотрим их в следующих сериях. А пока покончим с этим бежимом. Но мы не покончим. Твою ж мать. Мы еще будем смотреть. Я сейчас продолжение, ребят. Мы сейчас продолжение будем смотреть. Микрофон, можно сказать, в середине предыдущей серии лучше стал. Тут лучше стал. Не, ну я шучу. Сегодня я обучу тебя искусству барменов. Он теперь не такой противный. Микрофон просто был не очень хороший. Вы сами знаете. Не забудь про бутылки. А также трубку и зонтик. Тогда еще не было, что такое бутылки. Итого, соцветитель, ты гейша, Шерлок, бомж. Интересно, что за армянский притон строит, Питер? Хм, в смысле, кто знает? Ё-моё, ничего себе. У него неплохо тут. Часа отеля. А на это пока забей. В жизни для коктейля мы бы смешали какой-нибудь мохито с ВД-40. В Майнкрафте же мы готовим зелье. Поэтому для начала нам понадобится адский варикоз. Варикоз, в свою очередь, основа любого зелья. Адский варикоз. Растворим его в воде и в лужу. Для начала мы изготовим целебный отвар, чтобы укрепить здоровье. Возможно, он даже выведет у тебя паразитов. Ой, давно бы пора. Тебе нужен арбуз, выращенный, как ни странно, из семян арбуза, который, в свою очередь, можно найти в заброшенных шахтах, что уже действительно странно. Время искать. Делай, что на ум приходит. Ну, неплохо. Один макрашерский час спустя. Оль, тучи мышки. Я помню, когда они появились, я думал, что они будут атаковать. Сначала их боялся. Давай проверим наши удачи. Беспонтовый довольно. Хлеб! Постойте-ка. Это же хлеб. Кстати, отсылка к Зельде. Отсылка к Зельде. Там такой же звук. Блин, это вот. Тут бесполезные ковырялки. Какие-то тараканы, арбузные семена. Замечательно. Теперь время грязные работенки. Ковырялки. До свидания. И в тот район он зашел. Он сейчас добьет и получит этот, пластинку, да? Да! Неплохо. Музяка будет. Ну, как бы, тоже вариант. Тарелка для арбузов. Это музыкальный диск. Голова твоя фарфоровая. Тебе нужен проигрыватель. Что тут рядом происходит? Рядом Заль что-то строит. По-любому этот. Ага. Это фиаско! Это фиаско! Он только диск сделал себе. Только диск сделал. Ха-ха-ха. Поздравляю с освоением космического пространства. Ну, как видишь, ты не можешь умереть, а вместо этого возрождаешься. Кстати, если ты потерял вещи, ты их всегда можешь... Ты их всегда можешь вернуть. О, как хорошо. А семочки? Семочки же нужны еще. Семки потерял! Зашел! Жизнь так жестока! Тем не менее, система респауна моложе тебя не сделает. Прикинь, каково здесь умереть от старости. Ты респаунишься и снова умираешь своей смертью. И снова, и снова. Возродился и умер. Меня это пугает. Да, это криповая тема, кстати. Довольно забавная мысль. Типа, если респаун не делает тебя моложе, то в один момент ты будешь... Все равно старой же придет. Блин, кстати, уже анимация, видите, подросла. Насколько, типа, если сравнить с первой серией, насколько лучше все стало. Прям очень неплохо. Уже не такая дерганая, уже более плавная. Уже более... Даже некоторые фоны, видите, он уже использует надо нарисованные фоны. То есть не всегда скриншоты с игры. Это круто, круто. О, семки. Что? Кюнда 9, мои... И самое главное, тебе нужно успеть их собрать за 5 минут, после чего они исчезнут. Так что подорвись. Какая боль. Я не вовремя, наверное. Это боль. Это фиаско. Хорошо, что и заяц рядом. Чисто удачи, чисто удачи. Питер просто удивительный, друг. Он буквально плюет на тебя, и этим тебе полезен. Посади их, что ли. Эх, прикольно. На самом деле, уже очень забавно наблюдать за прогрессом автора. То есть, насколько... Виросло все. Качество и так далее. И знаешь, что может сделать проигрыватель? И поспать под приятную мелодию, которую заботливо предоставил нам сэр-крепер Ван Бетховен. Правда, придется пожертвовать алмазом. Эх, жалко. Но проигрыватель прикольно. Ай. Это чисто я. Это чисто я, когда ночью отойду. Только еще мизинцем при этом ударюсь. Что там было написано? Питер, Бася, иди спать. Черт от дери. Я не усну, пока ты не ляжешь. Не подумай, что я такой заботливый. Или что... Или что-то. Но так, увы, работают эти адские кровати. Мне завтра на рыбалку. А, точнее, надо одновременно ложиться спать. Чтобы сон начался в мультиплеере. Очень милая песня. Стало только хуже. Боже, да под такой околыбельный мертвец проснется. О, рыбалочка, нормально. Зачем двери, если можно выкопать проход? Зачем двери, зеленые засранцы, спят вместе с тобой. К счастью, дать им пелька можно удобрить. В качестве удобрения... А, тоже, уже удобрение появилось. Ха-ха-ха-ха. И улей вкусная мука. Нельзя отписываться. Правильно, надо подписываться, лайк ставить. На самом деле, блин, прикольно. Блин, это, кстати, довольно прикольно было бы, если можно было бы так делать. Делать взрывные, типа, стрелы с динамитом и стрелой. Я думаю, я уверен, что есть мод какой-то, который так делает. Ай. Окей, теперь давай сделаем из этого ломтика сверкающий ломтик арбуза, добавив один самородок золота. Добавив восемь самородков золота. Ха-ха-ха-ха. Одно обновление спустя. Фух, наконец-то мы сделали это. Ха-ха-ха. К сожалению, сейчас он восстанавливает два сердца. Но ты можешь отрастить у себя в груди до четырех, добавив светокрек. Также ты можешь подмешать останки криперов, чтобы сделать святые мать их гранаты. Замерь, что существует еще огромное количество других зелий. Зелий много, много. Может, мы бы и смогли их обозреть. Я почти никогда зелий вареньем не занимался в Майнкрафте, на самом деле. Кстати, найди-ка им применение. А ну-ка, что же он там задумал? А, продолжение следует. Понятно, мы узнаем в следующей седьмой серии. Седьмой, восьмой. Ребята, что я хочу сказать. Ссылка на оригинал в описании. Приходите, смотрите шестую, седьмую, пятую, шестую часть. Если хотите, можете сами посмотреть. Ну, вообще, не забывайте лайки, ставьте автору. Это обязательно. А снимать самый канал, можете мне лайк поставить. Мне было бы очень приятно. И очень забавно следить за продвижением автора. Я это уже говорил. Будем смотреть, что будет дальше. Все, ребята. Всем удачки. Всем пока-пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok